Безнадежно – это когда на крышку гроба падает земля. Остальное можно исправить. Именно так подметил однажды герой голливудских боевиков актер Джейсон Стэтком. Программа без компромиссов, и я, Равиль Сайганов, с ним полностью согласная. И в нашем очередном выпуске мы вновь постараемся донести до вас суть этой фразы. Субтитры создавал DimaTorzok незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков по статье 228 У КРФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы за незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств до пожизненного лишения свободы. Итог всегда один – есть преступление, будет и наказание. Это все вот в этом был, да? Да, да, да. На контрольном посту полиции в Верхнеуслонском районе сотрудники ГАИ остановили иномарку, которая следовала из Москвы в Казань. За рулем сидел 43-летний водитель. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили черный полимерный пакет, накрытый одеялом, в котором находились свертки с наркотическими веществами. Проведенная экспертиза установила, что мужчина перевозил свыше 6 кг гашиша, более 5 кг мефедрона, порядка 100 г кокаина, а также около 3 кг амфетамина и более 70 г синтетики. Общий вес изъятых наркотических средств составил 15 кг 888 г. Во время дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что задержанный, ранее судимый за совершение грабежа и разбоя, занимается перевозкой крупных партий наркотиков. Эти наркотические средства он должен был доставить не только в Казань, но и в Перин, Уфу и Самару. По факту покушения на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наверняка вы замечали странные надписи «Соль», «Соли для ванн» с контактами для связи на улицах вашего города и гадали, что это. На сленге «Соль» ее называют «синтетический наркотик-стимулятор», по своему действию похожий на кокаин и амфетамин. «Соль» относится к дизайнерским наркотикам, синтетическим аналогам натуральных запрещенных психоактивных веществ. Это значит, что формула и состав вещества под названием «Соль» постоянно меняет, чтобы избежать уголовной ответственности. В связи с этим высок риск передозировки. Употребляя одно и то же количество соли, наркоман каждый раз получает разное количество действующего вещества. «Соль» – один из самых опасных синтетических наркотиков. Он быстро вызывает зависимость и часто приводит к необратимым нарушениям психики. Порой достаточно одного употребления для разрушения организма и личности человека. В составе входит пировалерон – химическое вещество, которое относится к классу наркотических препаратов и которые вызывают в организме человека, который употребляет эти наркотики, необратимые изменения. Соли очень медленно выводятся, поскольку не разрушаются организмом, который не распознает их как угрозу. Даже самая малая доза вещества способна оказывать негативное влияние на человека. Любой наркотик, не обязательно соль, это яд для организма. И как любое чужеродное вещество, в том числе и наркотик, соль, они вызывают глубокие необратимые изменения в организме. Прежде всего, это воздействие на психическую сферу. То есть у человека возникают шизофреноподобные расстройства, когда дезориентировка вместе во времени, возникают бредовые идеи воздействия, преследования. И поведение человека меняется под действием метеогалюцинаторных переживаний. Принятие наркотиков может осуществляться самыми разнообразными способами. Особенно страшными являются последствия приема солей внутривенно. Подобный способ употребления наркотика провоцирует некротизирующий фасциид. Данное заболевание характеризуется отмиранием тканей внутри их органов. Человек становится похож на живого мертвеца с исходящим от него характерным запахом. По сути, он сгнивает заживо. Вид этого наркотика состоит из гранул, и он напоминает как поваренную соль. Почему такое сформировалось название? Его употребляют разными способами. Это может быть и курение ингаляционно, это может быть и после разведения в воде внутривенная инъекция, и даже используют в виде суппозиториев, то есть ректальных свеч. Этот вид синтетических наркотиков оказывает крайне разрушительное влияние на интеллект зависимого. Это связано с тем, что в отличие от наркотиков растительного происхождения, которые связывают одним типом канабиодных рецепторов, соли оказывают воздействие сразу на два. Это приводит к крайне негативному воздействию на головной, а также спиной мозг, а также нарушению состояния памяти, координации движений, формирование эмоций, функционирование интеллекта. Конечно, это все сопровождается снижением интеллекта, деградацией личности. И в конечном итоге это все приводит к шизофреноподобным расстройствам. Когда человек живет в своем мире, когда человек постоянно испытывает зрительные галлюцинации, слуховые галлюцинации, когда человек живет и испытывает бредовые идеи, преследование, воздействие. То есть, по сути, человек из нормального человека, социально адаптированного, превращается в психического пациента. Человек, употребляющий соли, не способен к абстрактному мышлению. У наркомана часто имеют место галлюцинации и психические расстройства. Утрачиваются ощущения реальности. Человек может уверовать в собственную суперсилу и могущество и действовать соответственно с собственным убеждением, к примеру, выйти из окна многоэтажки, руководствуясь уверенностью в собственной способности летать. Это приводит к фатальным последствиям. Я вообще стал психом, самым ненормальным, неменяемым. Я вот стал, если я утрубляю соли, они большинство, они очень, ну, если в этом состоянии они много, он очень намного действует. Я начал вены скрывать себе, вот, я могу даже показать, вот, вены начал скрывать, ну, это уже ненормально, я так думаю. Деградация личности, употребляющей соли, настолько стремительна, что часто даже после реабилитации бывшие зависимые утрачивают способность даже к самообслуживанию. Также им требуется наблюдение в психиатрических лечебницах. В первую очередь мы определяем по поведению человека, которое не соответствует окружающей обстановке, да, то есть это может быть какие-то непроизвольные разговоры с самим собой, какие-то непроизвольные мышечные движения, да, стереотипные, то есть движения руками, ногами, то есть речь пациента порой бывает не в попад, не соответствует данной тематике. То есть именно вот поведение, которое не соответствует окружающей обстановке, и мы в первую очередь на основании этого можем заподозрить, что да, человек, возможно, употребляет данный вид наркотика. Употребление солей провоцирует полное разрушение иммунной системы. У того, кто только начал употреблять соли, полностью пропадает аппетит. Это приводит к перегрузке сердца, от которой часто умирают солевые наркоманы. Соль и ее влияние на психику делают этот наркотик крайне опасным. Если кто-то из ваших близких страдает от солевой зависимости, нельзя терять время. Нужно как можно скорее обратиться к наркологам. Ведь последствия приема соли могут быть необратимыми. Сформировано поэтапное оказание медицинской помощи для наркозависимых пациентов. Конечно, да, если родственники видят, что в поведении сына, родственника, какие-то есть странности в поведении, конечно, должны в первую очередь заподозрить, что, возможно, молодой человек употребляет какие-то психоактивные вещества, в том числе и наркотики. Ну и любой желающий может обратиться к врачу-наркологу для получения специализированной консультации и, возможно, оказания специализированной помощи. Соли – это страшные наркотики, употребление которых в преимущественном большинстве случаев влечет за собой летальный исход и необратимые последствия. Соль – это страшно, да. Это психику, мозг сжирает. Вообще ничего не стоит. Лучше сдержать чистотой. Соль убивает. Сразу говорю, соль убивает. Алкоголизм – это заболевание, характеризующееся психической и физической зависимостями от спиртного. Порой больной даже и не знает, что стал заложником опасного заболевания. И чтобы избавиться от этого пагубного пристрастия, приходится обращаться за медицинской и психологической помощью. Для скорейшего выздоровления важно самостоятельно принять решение и избавиться от этой вредной привычки. Первой рекомендацией при этом является стойкое желание преодолеть тягу к спиртному. Ниже мы дадим несколько советов о том, как самостоятельно бросить пить. Если человек имеет стремление преодолеть тягу к спиртному, следует придерживаться следующих советов, правил и принципов, которые помогут самостоятельно бросить пить. Время пришло. Чаще всего желание бросить опасную привычку приходит после хорошего застолья. Человек чувствует себя настолько плохо, что нередко дает обещание больше не употреблять спиртное. Не хотите повторений этого состояния? Пришло время задуматься. Найти стимул. Как перестать пить алкоголь, если не для чего-то или для кого-то это сделать? Как правило, необходим веский довод в пользу трезвой жизни. Забота о здоровье. Немногие пьющие осведомлены о причиняемом себе вреде. Они понимают, что пить алкоголь вредно, однако чем конкретно чреват алкоголизм, не осознают. Возможно, с этой целью могут справиться документальные фильмы, статьи, книги о вреде алкоголя, а также личный негативный опыт знакомых. Забота о близких. Чрезмерное употребление спиртного отражается не только на психике зависимого, но и на психологическом состоянии окружающих. Важно помнить, что от вашего пристрастия страдают близкие люди – родители, супруги, дети. Желание сохранить социальный статус, профессию, достаток. Многие пьющие осознают, что наступает процесс деградации, ухудшаются рабочие качества, снижается работоспособность, и вскоре можно попросту потерять работу. Алкоголь является также препятствием карьерному росту. Занятие спортом помогает отвлечься. Физическая активность не только занимает большую часть времени, но и способствует общему оздоровлению организма, выделению гормонов счастья. Разнообразит жизнь и позволит почувствовать радость трезвости. Это может способствовать как йога, так и бег, плавание, лыжные прогулки, занятия конным спортом и другим. Увлечение, возвращающее интерес к жизни. Важно иметь дело по душе. Творчество способствует не только расслаблению, но и укрепляет веру в собственные силы. Чтение книг, рукоделие, резьба по дереву, рисование, написание стихов. Нужно найти в себе скрытый потенциал и дать ему выход. И напоследок принятие перемен. Бывает, что основным вопросом выступает не как перестать пить алкоголь, а что делать, когда брошу. Чем занять вечер пятницы? Как ездить с друзьями на рыбалку или с подругами на посиделке? Что делать на свадьбе или на дне рождения? В этом случае следует помнить о приятных переменах, трезвом веселье, приятном времяпрепровождении, отсутствии необходимости болеть после застолий, хорошем здоровье. А новый стиль жизни сформируется непринужденно и легко. Жизнь без алкоголя даст вам новые возможности. Вы узнаете, что можно открывать для себя новые интересные вещи, исключив из жизни этого зеленого змея. А вот спортивные виды деятельности помогут вам в этом еще быстрее. Любой вид спорта славится тем, что развивает мышечный корсет, улучшает функциональность организации. Организма воспитывает в человеке положительные черты характера. В этот раз мы решили задаться вопросом, а что же дает нам профессиональная стрельба? Какую пользу она приносит здоровью и воспитанию личности? Стрельба из лука или арбалета – одна из любимых детских игр не только мальчиков, но и девочек. Игры в индейцев, амазонок, благородных разбойников напоминали сказку. А лук самодельный, игрушечный, был одним из ее главных достоинств. Но мало кто в будущем нашел себя в лучном виде спорта. А может зря? Главное в жизни – это иметь цели и их достигать. А еще по целям можно попадать. К примеру, при помощи лука. Спортивная стрельба – вот где можно проверить свою меткость и выдержку. Здесь спортсмены соревнуются в точности стрельбы из разных видов оружия. Один из древних видов – стрельба из лука. Старейшие находки, связанные с луком, датируются 13 веком до нашей эры. Исторически стрельба из лука использовалась для охоты и боевых действий. Сегодня существуют различные виды этого оружия. Английский лонг – самая заря лукостроения. Прямой, не составной. Дальше у нас идут композитные луки. Попроще. Рекурсивные луки. И уже под конец классический лук со сменными плечами. И самая уже, соответственно, современная технология – это блочные луки. Имеющие уже и карбоновые плечи, и остальные металлические рукоятки, алюминиевые тоже бывают. В некоторых странах стрельба из лука является достаточно популярным видом спорта – отдыха и развлечения. И это не так просто, как кажется на первый взгляд. Главное – сноровка и упорная тренировка. Стрелок делает выстрел очень точный, что позволяет нам получить очень большие результаты. А вот и собрат лука – арбалет. Научиться метко стрелять из арбалета гораздо проще и быстрее, чем освоить стрельбу из лука. Уже через 2-3 недели ежедневной практики человек может научиться попадать в цель, расположенную в 20 метрах. Как и любое другое снаряжение, арбалет всегда имеет предохранитель. Снимается он непосредственно прямо перед выстрелом. И целимся через оптику. Прицелились и нажимаем на курок. Мало чем отличается от обычной винтовки в технике. Просто стреляет он не так далеко, как винтовка. Дыхание контролируем и выдержку, технику отрабатываем, что там еще. Очень много полезных свойств приобретает арбалетчик, как и любой другой спортсмен из любого другого вида спорта. Чтобы добиться отличного результата при стрельбе из блочного лука, придется заниматься чуть больше. Но результат того стоит. Луком я увлекаюсь где-то 6-7 месяцев. Мне это очень нравится. Это дает большие бонусы. Допустим, ездишь на соревнования, получаешь какие-то места. Вот у меня уже лично сейчас есть третий взрослый разряд по стрельбе из блока. Это не просто отдых. Лежишь себе на диване, смотришь телевизор. Это активный отдых. Мне такое больше нравится. Этот вид спорта мне понравился, потому что там сила больше. И чем-то я могу увлекаться в свободное время. Продолжать я его буду до конца. И добиться хочу мастера спорта. Практическое умение по стрельбе в цель либо на дальность с использованием лука и стрел – это целое искусство. Стрельбой из лука либо арбалета в наше время занимаются как мужчины, так и женщины. И охотничий арбалет или классический лук, несомненно, вызовут у вас самые положительные эмоции. Стрельбой из лука можно начать заниматься от 8 лет, может быть, даже и раньше, так как все зависит от физподготовки. Главное, чтобы ребенку это нравилось. Он получал от этого удовольствие. Новичкам нужно начинать именно с занятий с инструктором, потому что искать всю эту базу, все эти знания через интернет – это сложно. Очень много будет ошибок, подводных камней. Помимо того, что данный вид спорта чрезвычайно занимателен, он еще и очень полезен. Это настоящая тренировка тела, воспитание силой воли, улучшение самочувствия. Улучшает зрение, осанку, дыхание, дисциплину. Ну и что такое техника безопасности, дети тоже, естественно, узнают с помощью стрельбы из лука, из арбалета. Профессиональная стрельба отлично тренирует характер. Долгие часы тренировок развивают следующие очень важные черты характера. Выносливость, спокойствие, решительность, точность, внимательность, ответственность, умение сосредоточиться. Это дает много знакомства, во-первых, во-вторых, это уже силу и крепость духа. Мы стреляем, мы идем к своей цели, жизненной. Ну, думаю, поможет стойкость, уверенность в себе. Стрельба как таковая, она помогает развить в человеке глазомер, раз, потом дисциплину, два, стрельба, выносливость, физподготовку, то есть он становится сильнее, эмоции, контроль эмоций, очень большой акцент делается над контролем эмоций. Согласитесь, это намного лучше стрелять из лука, из арбалета, чем сидеть в баре и пить пиво, курить кальян, там, еще что-то в этом роде. Здоровый образ жизни, он сейчас становится популярным. Спортивная стрельба – это здорово, будь то лук, арбалет или даже метание ножей, дартс или стрельба в тире. Если спорт и соревнования дают вам возможность узнать, на что вы способны, они помогут научиться оценивать других и завязывать дружеские отношения с людьми. Стрелков спортсменов заставляет преодолевать трудности прежде всего желание достичь максимума, на который они способны, а также ряд других причин, потому что для мотивации одной причины всегда недостаточно. Тренируйтесь и получайте удовольствие. Ставьте цели и идите к их осуществлению осознанно и уверенными шагами. Жизнь одна, и не стоит доверять ее мимолетному счастью. Оно может закончиться здесь и сейчас. Помните, все зависит от вас. Это программа «Без компромиссов». В студии с вами был Равиль Сайганов. До свидания. Продолжение следует...